Здравствуйте! Гибискус у меня цветет с весны и сейчас осень и он до сих пор цветет. В этом видео я расскажу, что я делаю для того, чтобы он цвел. Он у меня еще маленький, подарила мне его моя подруга полтора года назад, и вот уже второй год он у меня постоянно цветет. Отдыхает он у меня зимой где-то примерно месяц, а потом снова с силой он у меня начинает цвести. Особенно радует, что он умеет распускаться на различные праздники. Итак, начну рассказывать, что же я делаю для того, чтобы он цвел. Вот, смотрите, увядший цветок, а все увядшие цветы нужно обрезать. Это нужно, чтобы спровоцировать образование новых цветов. Если вот так и оставлять, то растение будет затрачивать все свои силы на образование семян и не будет дальше цвести. Поэтому я обрежу его. Обязательно это нужно делать продезинфицированным инструментом. И как можно ниже, но не слишком низко, нужно отрезать. Вот так будет достаточно. И вот они красуются. Следующие бутончики, следующие цветы у меня будут. И здесь тоже у меня бутоны. Что касается освещения, то стоит он у меня на южном окне. А занавесок нет. Всегда светло и ярко. Зимой на балконе, где он у меня стоит, очень холодно. Температура примерно от 16 до 18 градусов. Естественно, что она понижается там постепенно. И в таких условиях он отдыхает примерно где-то месяц. И не цветет, соответственно. Удобрение я использовала всегда универсальное. Вот такое. На днях я приобрела для декоративно цветущих. Предназначено оно для всех видов цветущих культур. Один раз я полила этим удобрением и заметила, что цвет цветка по сравнению с предыдущими более яркий и насыщенный. Не могу, конечно, сказать, это удобрение повлияло на такой насыщенный цвет или что-то другое. Для этого нужно время, чтобы в этом убедиться. С ноября по февраль я удобряю один раз в месяц. Почву я всегда использовала универсальную. Обрезала я ранней весной веточки. Можно сделать прищепку. И после таких процедур вырастают новые молоденькие веточки, на которых потом образуются бутоны. Поливаю я тепленькой водичкой, профильтрованной. По мере высыхания почвы. Сильно пересушивать землю нельзя, потому что у него могут опуститься листья и он даже может сбросить бутоны. У меня бывало такое. Но возобновляя регулярный полив, он даже не успевал опомниться и продолжал цвести. Потому что все-таки не все бутоны он успевал сбросить. И опрыскиваю я очень часто, потому что он это очень любит. Например, болезни и вредители я осматриваю все свои цветы регулярно. В прошлом году гибискус у меня поражался паутиным клещом. Это были желтые листики и паутинка. Я использовала фитоверм по схеме и победила клещиков. В этом году я просто не дала им шанса. Все, кто следит за моими видео, видели, как я боролась с паутиным клещом на плюмерии. Там было всего два маленьких места, на которых были точечки, которые свидетельствовали о том, что там были клещики и пили сок. Не дожидаясь сильнейшего поражения, я обработала плюмерию и все свои цветы фитовермом. И все они довольны. Все отлично. Для профилактики различных заболеваний я поливаю примерно раз в месяц фитоспорином. У меня он в виде пасты с добавлением гуми. В общем, при таких условиях цветет у меня гибискус. Я надеюсь, что он у вас цветет тоже. Ставьте лайки гибискусу, он очень старается, цветет. Я думаю, он будет очень рад. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok